Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Ибо Господь нам всегда все подает, потребное для пищи, благочестия, радости и веселья. Христос посреди нас, братья и сестры, всегда, сейчас незримо Духом Своим Святым, всегда с нами пребывает. Всем желаю возрастать и умножаться во всякой благости, праведности и истине. А делать это очень просто, через познание Господа нашего и Бога, Иисуса Христа. Опознается он одной простой заповеди. Любовью к ближнему, по Божьей формуле, как он сказал, отвернувшись себя, «Ибо никто нести крест, то есть любить другого, даже врагов не сможет, себя не отвергнувшись». И уповая на Бога, то есть следованием за Христом, это уповать на Бога, и желательно Его силой творить эти добрые дела для Его славы. Вот, в общем-то, все просто и понятно. А потому как я вам всегда напоминаю, как что я исполняю заповедь Господа «Сотвори и научи» и наставления апостолов, которые то же самое делали и то же самое творили, и учили, и нам сказали то же самое, учить и напоминать нам заповедь Господа Иисуса Христа. Я вам напоминаю ее и словесно, в общем-то, и любая моя проповедь, вы знаете, построена через одну простую призму, через призму Господа смотрения на всего, а Бог есть любовь. Давайте помолимся и продолжим. Господи, Иисус Христос, Господь мой и Бог наш, сущий, Творец наш, любименький родитель, спасибо Тебе за все, Господи, слава Тебе за все, за все, что есть у нас, видимое и невидимое, явную Твою любовь, иногда для нас сокровенная. Спасибо за все. Благослови, пожалуйста, сию трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих, блаженной руки всех печатающих. И через эту трансляцию да прославишься Ты, сущий над всем Бог, Бог неизменный в помышлении Своем, Слове, делах и воле Своей, которые есть, чтобы все мы были счастливы. И имя Твое прославится через воспоминания дел Твоих, которые одни только любовь, и даже до дел крестной смерти, добровольного отдания себя на это жертвенное дело любви, чтобы явить нам свою любовь. И мы, уязвившись, следовали за Тобой тем же путем по стопам Твоим, ибо Ты нам дал пример, как жить и поступать в этом мире. О воскресении Твоем убеждаемся в божественности Твоей, что Ты Бог, истинный Бог, не Учитель, не Пророк, не Мессия, да и не просто Сын Божий, а сущий над всем и неизменный в Слове Бог. Оттого надеемся и уповаем на Тебя в этой жизни, ибо Ты всегда со всеми любящими, алчущими и жаждущими правды Тебя, чадами Твоими, чистыми сердцем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Братья и сестры, молитва, любовь к Богу является только в одном деле, в молитве. И причем это надо не Богу, а нам. Какое это счастье. И причем, знаете, Бог-то вот сейчас здесь с нами. Вы молитесь не какой-то заклинаниями какими-то. Вы должны его чувствовать, ощущать. Не надо экзальтировать, но верить в то, что Бог везде во всем питает нашу жизнь, дает нам само дыхание жизни нашей. Каждый день просыпаясь, скажите, слава Тебе, Господи. В каком бы состоянии Вы ни проснулись, с какими Вы бедами и скорбями. О чем мы, кстати... Нет, сегодня мы в другой раз об этом поговорим. Поэтому благодарите. И знаете, Бог сейчас посреди нас, а Он есть любовь. Значит, между нами царит всегда любовь. И поговорить я хотел бы опять все темы приблизительно подобные. Вот вы знаете, есть такие высказывания, как раб Божий. Да? А есть раб человеческий. Вот я вам скажу, братья мои, сестры, возлюбленные, что раб Бога – это тот, кто раб любви. Ибо Бог есть любовь. Поэтому, если я себя называю рабом Божьим, то я чем должна быть всей своей жизни, всем своим существом? Раб любви, ибо Бог есть любовь. Все формулы всегда очень простые. Познание истины всегда очень простое, потому что истина есть Бог, а Бог есть любовь. Все очень в жизни просто. Через эту простую, всем известную, всем доступную, ни от кого не скрываемую никакими тайными учениями, ну, не считая культов, которые все завернут вот так. И вам подложат это, да? То истина очень простая. Бог есть любовь. Бог не вера, Бог не молитва, Бог не пост. Бог – любовь. И поэтому подобиться мы можем не в молитве, не в посте, а в любви. Мы постимся только для того, чем от чего-то воздерживаемся, чтобы отдать это кому-то, чтобы сделать дело любви. Отвергнется себя. Отдать что-то свое. Вот что такое пост-то. Что такое молитва? Взять что-то у Бога. Христос всегда уединялся в пустынные места, на гору, в лес, в сад, в комнату, от людей уходил. Помолиться, взять это у Бога. Взять это у Бога и раздать во славу Его всем вокруг. Вот что такое молитва. Чтобы во всем прославлялся Бог. Он все брал у Него и все Его силу и раздавал. Что Ему Господь как бы давал, хотя Он и был Богом. Но для нас положил специально путь. Он все это делал, как он, наверное, креститель сказал, только для того, чтобы сделать путь. И Он в этом нужды не имел. Ни воплощении, ни в покаянии, ни в крещении, ни в рождении свыше. Бог в этом не нуждается. Он для нас положил путь. Помните всегда, путь Христос, истина в Евангелии. И в апостолах мы лишь видим, что истина – это элементарно понимается. Как Господь сказал, я есть путь, истина и жизнь. Так, ладно, это не та тема, я не хотел бы ее развивать. Но так апостолы и говорят, идти с Ним по следам Его, вслед Ему. Как Он сказал, я уж ладно, договорю эту мысль, повторюсь в следующий раз. Я хочу потом другой ролик записать. Вот, как Он сказал, что я дал вам пример, помните, на прощальном ужине, так они и говорят. Он нам положил пример и показал пример, как поступать. Они, апостолы, все вот говорят, это все учения человеческие, предания храните. Не сказали апостолы, не говорили хранить какое-то ерундовое человеческое предание. Господь от этого предания укорял фарисеев за это предание, которое они нагромодили. Мы храним переданное. Они говорят, мы вам благовествовали истину, вы ее приняли, в ней утвердились, ей следуйте, ее держите, храните, и ее передавайте. переданное вам храните так они говорили апостол вчитайтесь внимательно в слова и не попадайтесь на удочки ловцов лукавого служители лукавого нет там никакого предания хранения есть хранение переданного нам евангелия вот чего нам надо хранить а евангелие очень простое у веру во христа отвергни себя возьми крест свой следуй за ним вот она все евангелие мы там на христолюбие будем читать с вами читаем уже евангелие интересно смотрите мои ролики все этом покажу это внимательно в простоте сердце не упраздняя креста господнего надо читать писание все там это открыто и сличать с посланиями очень прям удобно и все сразу истинно все открывается без всяких без всяких мудрствами вот поэтому раб раб тот божий кто раб любви бы бог есть любовь боже можно быть только рабом любви бог естественно значит я могу быть рабом только истины бог есть иисус христос пришедшего плоти за чем могу быть только рабом иисуса христа пришедшего во плоти господь не сказал что вы будете следовать по примеру апостолов нет сказал я на нем положу камень основания да вот это начало проповеди все вы будете веровать в меня и кто соблазнит одного из верующих в меня они в дядю степу не в петра не в павла исследовать вы будете за мною они за павлом не за петром и пример я вам показал поэтому поступайте и западаю вам любить друг друга как я возлюбил мы что не слышим слова господа мы что настолько оглохли у нас уши зашиты надо обрезать их как господь ветхом завете сказал чтобы быть с обрезанными ушами и все слышать что нам говорит господь помазать глазную мазью глаза свои если мы не видим прямых слов в писании как он говорил в откровении своем данной рабу своему иоанну ну что же это такое не видим элементарных вещей в писании поэтому а а мы делаемся рабами человеков что красной линии у павла всегда идет красной линии не делайтесь рабами как человеков павел нигде не заповедовал хранить предание не делайтесь рабами человеков и их учений этих лжеучителей апостолов братьев наглых ругателей прочее 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 мы с вами уже у петра смотрели я буду вам потом будем читать вот на христолюбе я вроде господь меня благословил вдохновляет я записываю сейчас ролики вы можете их на христолюбе смотреть всегда не горит об одном и том же жизнь простая верь во христа творить дела любви и уповай на воскресенье свое и вообще на бога и все от него бери ибо он сущий бог значит он все дает и он дает просто из упреков и он есть любовь то что дать все может только он мы исповедуем что он бог а что он это даст мне обязательно и даст только благое они змею вместо рыбы или там камень вместо хлеба мы этим исповедуем что на любовь именно живя и подвязаясь в этом мы стоим в этой истине и проповедуем этими делами сами подправ подвязаемся в упование так это все вокруг видят люди и и когда ты сам подвязаешься ты благовествуешь это и так все мир заквашивается вот поэтому рабом то надо стать кого блога иисуса христа рабом истины жить чистым сердцем если у вас что-то не нравится в культе в конфессии что там по запугали ты слова не имеешь сказать право да если слова не имеешь сказать то это уже не истина там нет никакой братской любви там уже гестапо там иерархия там палка а где палка там нет любви а где нет любви там нет истины если ты не можешь в своем собрании задавать вопросы что братьям что пастыри значит это никакой не экклесия христова не собрание двух или трех во имя христа во имя истины во имя поиска познания алчбы и жажды истины это сборище сатанинское как всегда как все системы государства и любая даже бандитская шайка стоит на иерархии вы знаете прекрасный причем на иерархии жесткой палки жесткого управления жесткого исполнения все и неподчинение карается смертью церковь христова не так если господь нас король корал за каждый шаг влево шаг вправо нас бы надо как первое поколение до потопа стирать всех подчистую каждый раз и каждое поколение так что где нет истины где нет свободы духа свободы в экклесии в собрании братьев и сестер сестер там нет никакого бога там нет никакой истины истины там где любовь и свобода мы не боги мы стремимся как господь сказал сам нам дал это право сотворив нас по образу и подобию своему тем нас призвав сам ветхом завете прикровенно в словах пророцистях говорил вы боги сыны всевышнего все вы дети всевышнего все вы прямо возвестил нам об отце все вы дети божьи все его креста хрестившись и становитесь братьями ему со наследниками и чадами божьими ибо в крещении каждый христианин должен услышать ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение возлюбленный сын любимый сынок в тебе моя благая воля то есть все это другой ролик немножко не хочу уходить я буду следующий ролик писать о воле и промысле божьем поэтому останавливать все хотят тем они вот такие вот смежные конечно и вот и все поэтому тот кто хочет быть рабом божьим они человеком никогда ничего не принимайте от человека только в свободе в духе свободы духе истины и духе любви все в духе кротости когда брат не превозносится не обижается если ты ему противоречишь или его не слышишь ну и что да может и сам действительно ошибаешься ну а может правду глаголишь но брат еще не дорос или еще что то мы поклоняемся богу сердце своем умном в духе кротости в духе как в духе истине то есть в духе кротости любя друг друга потому что истина есть бог бог есть любовь а дух его он сказал посмотрите на меня как я кроток и смирен сердцем вот и все поэтому не делайтесь никогда рабами человеком павел этого у всех красная линия никогда апостолы не призывали к этому рабству никаких систем они не строили это очень важно понять собрание христово церковь христовой экклесия христова это собрание даже двух человек все уже церковь вот где церковь до церковь там где двое во имя христа собран там и часть церкви мы все его члены где бы мы не находились ну а собрались по телефону по skype в реальности мы есть церковь мы есть собрание его вот и все а всяк человек ложь а отец лжи известно кто поэтому я вот и называю раб бога и любви или человека и греха всяк человек ложь что мы подражаем там этим святым он что воскрес этот святой нет бог только воскрес он положил путь значит я пойдя по стопам христа и делая как он мне по его примеру вот я тоже воскресну я буду иметь жизнь вечную и жизнь благую не просто жизнь вечную в муках жить вечную в счастье я пойду по его стопам смотря какой он мне пример показал а если я иду за человеками я и пойду куда этот человек пошел а он может в яму шел все эти свидетельства ложные все они основаны на культе на человеческих вымыслах байках управление государством выгоды вся там помесь этой церковно государственной власти вечно что-то там понапридумать зачем мне это зачем мне учение что у меня слов господа нету прямых понятных каждому доступных человеку всю остальная жизнь бытовухи верь надеюсь и люби а люби как ты будешь любить себя не отвергнуть любить что-то отдавать а если ты сам сюда берешь все все очень просто после веры идет любовь а любовь невозможно без отвержения себя а утверждение возможно без упования на бога только бога всемогущим творцом любовью признал тот от всего отвергнуться и и сможет положиться на господа то что он все и он любовь все тогда я знаю у меня будет все и это будет у меня потому что он любовь он мне все даст что мне нужно потребны для жизни святости и радости и веселья все все уповаем все рабами бежим человеками стать и их учение а это все зло это все древо ложное познание зла под личиной добра одно древо жизни в тебе человек в раю то есть в сердце твоем рай от образ сердца древо жизни человек который был введен в это сердце это дух ум нус адам мужчина который управляет своими чувствами сердце образ чувства брасра и и там древо жизни это истина критерий истинности сам бог и тогда уже адам является не адама грубо говоря невесты а ее жених этот это древо жизни она взращивается она в тебе всегда в семечке и ты относительно этого семечки всю жизнь свою рассматриваешь вот и все ну в общем на этом хватит я думаю понятно да кто хочет быть рабом божьим пусть им будет это рабство истине любви ходить в истине можно только с чистым сердцем искренне быть самим собой а бог тебе царство божие внутрь тебя есть поэтому я могу истину познавать только через себя сличая у христиан вообще есть счастье у них есть евангелие есть новый завет есть вся библия целиком все это вот так вот чтобы свою истину в сердце еще сличить вот с бумажками все ничего больше не надо каждый будет отвечать за свои дела поэтому в истине поклоняться значит быть чистым искренним открытым сердцем быть нагим как адам ходил не прятаться за акустики человеческих учений человеков как адам в раю стал опоясался и стал прятаться не надо нам ни во что не опоясываться не никуда за акустике прятаться бог от бога ты не спрячешься адам прятался думаю что бог с внешней он думал что он слышит голос где-то там а он вот здесь у него был и мы также все прячемся в кустике от бога хотя сам знаешь что ты лицемеришь с собой знает что там в культе от 1 суеверия фетиш и и и оккультизм но при этом сам собой лукавишь знаю что никакого священства не может быть в новом завете но думаешь ну ладно вот я буду там ручки целовать священство ложь священство жертвы и храм это ложь этого нет в новом завете этого не делал господь потому что мы знаем от рая мы можем посмотреть книгу бытия господь никакой храмов не строил храмом себе построил это человек он не просил его никакие жертвы приносить кроме поклонения в духе истины то есть не отвергла не вкушает от плоды это только его древо жизни и никаким священником его не назначал адамом над своими детьми все были в родной степени мы видим это в новом завете господь приходит воплотить он что не мог нас научить истины он научил нас истины вся истина в евангелии там нет учения не о священстве не о кровавых жертвах не не кровавых никаких вообще кроме жертвы в духе истине и там нет никаких храмов ровно противоположно там разрушение храмов и все учения о храме человеке все учение о жертве которая одна богу угодно это любовь к ближнему уповая на него его слушаясь то чего отверг адам он навык послушанием и явил свое послушание от крещения до креста и никаким священником он себя не делал и никаких апостолов священство не рукополагал и то же самое повторяли апостолы они не учили ни о каких жертвах не строили и не заповедовали тем более никаких вопреки христу строить никакие капище и не приносить никакие жертвы и никаких священников они не рукополагали есть старшие братья да по откровению можно о них сказать собранию что вот у меня есть откровение об этом братья у павла было откровение о тимофее можно сказать это нужно ли это делать каждый раз когда они перед богом кичились между собой выясняли кто высший господь никого что-то не возложил ни на кого руки не сказал ну да вот будьте старше он и все время говорил прямо противоположные вещи кто хочет быть большим будь всем слугой все никаких внешних признаков отличительных никому не раздал петро он сказал на твоем на таком же исповедании как ты сейчас произнес что я помазание божий сын божий христос я и положу камень церкви основания на этом исповедании твердым посмотрите мой ролик там я читаю по матфея где именно это стихи господа и произносит 16 главе там все четко и ясно написано не слушайте человеков читать не будьте рабами людей не будьте пойдете в погибель будьте рабами божьими рабами любви истины любви истины свободы только в духе свободы истины и любви вы себя познаете вы познаете бога и бог познает вас все ну все давайте поблагодарим господа и бога нашего за все господи иисус христос господь наш и бог наш творец всего видимого и невидимого мира слава тебе спасибо тебе за все за всю любовь твою за то что просвещаешь всех черчат твоих ибо ты наш творец и создатель и нет никакой преграды между тобой и нами слава тебе спасибо тебе за все за эту истину за эту свободу которую даровал нам как говорил твой возлюбленный избранный сосуд какую даровал нам христос стойте братья во свободе спасибо господи что даровал нам эту свободу что больше мы не нуждаемся ни в учениях не в примерах человеческих ты для нас путь истинной жизнь и пример как жить и поступать слава тебе господи слава тебе спасибо тебе господи за все твои благословения да пребудут со всеми нами всеми алчущими и жаждущими познание тебя ибо ты и есть истина жаждущих истина ты есть истина а ты есть бог а ты есть любовь ты есть иисус христос пришедшего плоти господь наш и неизменный слове в помышлении в делах и воле своей бог а воля твоя одна что все мы были счастливы блаженные радостные и веселы слава спасибо господи тебе за все христос посреди нас братья сестры всегда он живой он любит нас а мы любим его радуйтесь и веселитесь жизни когда скорби терпите молитесь что в господь отнял или дал терпение но всегда радуйтесь за все благодарите но и всегда молитесь молитесь духом не только умом на молитве духа может быть мы когда-нибудь поговорим тоже ну все всех нежно целую крепко обнимаюсь всех да сохранит наш господь иисус христос и бог пришедшего плоти все мои адреса канальчиков наверху все контакты внизу полезные ссылочки справа кому понравился палец вверх не понравился все равно палец вверх и делитесь с кем считаете нужными этими роликами пока пока субтитры сделал DimaTorzok